Пока у меня мама спит, отнесем Любанечке. Тем более, его Любаньку давно-давно уже не видела. Вчера настроение было какое-то, вы знаете, такое кисельное, мерзопакостное. Сегодня настроение хорошее. Да даже не настроение, а состояние было какое-то очень такое, знаете... Ой, а куда я иду-то? Состояние было какое-то такое странное. Ничего не хотелось делать, плаваешь, как в киселе. А сегодня бодрое, сегодня все в порядке. Все, пошли к Любашке. Был уже как-то год, когда все цвело и росло одновременно. Вот сейчас июнь, а у Любаши уже цветет шиповник. Ну, вообще, конечно, начало июня, самое начало. Не знаю, открыто у нее, закрыто. О, открыто. Пошли. Тетя Маш, здорова. Здорово. Несу вам аловерды. Стюдень. Ну, что ли, если ты там где-то что-то не впустил главную мысль? Рассказал, например, подробно. Вау! Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте. Обучение? И что-то, а сама шель попросила? Алла верды. Да, да, да. А, и тоже с индейки? Да, да, да. Молодец. И тоже с шеечек? Да, мне достались последние две шеи. В магазине. Ну, мне, как всегда, достается все самое последнее. А мне тоже, кстати, на любаньком всем так. Вот так вот. Так что последние достались. Понятно. Так что вот так вот. Ладно, попробуем. Теперь вы пробуете. Попробуем. Твой стюдень нам очень-очень понравился. Да? Хороший. А мне что-то кажется, что мяса мало. Ну, я тут много положила. У меня Юлечка очень... Открой, покажи нам, а то я людям не показывала. Юля и мама очень любят... Ой, у тебя одно мясо. У меня много мяса. Я люблю, когда много мяса. Да, а они любят... Я тоже люблю. Они любят дребезжалку. Понятно. Они так называют. Я и дребезжалку люблю. А я говорю... Ну, у тебя в моей порции было много мяса. Да? Угу. Ну, я делала уже ночью. Как бы это сидела, смотрела телевизор и всё это рубила. Ты для меня не пожалела. Да? Ну, от всего сердца называется. На проводе. Смотри, у тебя птичка сидит. Обалдеть. Ты мне оттягиваешь провод, а как птичка называют? Люб, я думаю, это скворец. Да? Я вообще не понимаю в них дрозд. Здесь у нас полно дроздов. Женечка говорит, грачи. Ух ты, не боится, что упадёт. Тоненькая. Качается, как на качельках, да? Ага. Обалдеть. Как говорится, потрындели немножко с Любаней. Смотрите, какой аромат какой стоит. А пчёлки жужжат. Видно? Смотрите. Пчёлка трудится. Вы знаете, мои хорошие, что я сегодня утром увидела? На мою грядку, на которую мы с вами сажали розы, ходит в туалет кошка. Я думаю, чушь у меня вот эта роза никак не растёт. Видите? Ну, никак. Есть бутон, но она как-то тужится, пыжится и ничего не получается. Видите? Всё раскопано, разрыто. Вот здесь была кошка. И я так подразумеваю, что она лазает здесь везде. И она здесь себе устроила туалет. Вот. Поэтому мне... Ну, вот они даже, следы кошачьи. Вот видите? Лапки кошачьи. Вот лапки кошачьи. Ну, в общем, таким образом я думаю, что она мне портит розы. А тут я её даже застала. Что ещё хотела сказать? Вот моя спирея. Она уже отцвела. Я думаю, что та спирея, которая мне понравилась у забора на выезде из СНТ, она уже тоже отцвела, но она цветёт чуть попозже. И вы мне там писали, что можно её начеренковать. Я как-то пробовала черенковать, и у меня ничего не получалось. Совсем. Я не знаю, в какое время надо черенковать спирею, но надо попробовать в этом году ещё начеренковать спирею, и возможно что-то получится. Может быть тогда, когда совсем цветочки все опадут. Может быть тогда, когда начнётся полный рост. Не знаю толком. И какими черенками? Вот такими зелёными или вот такими прошлогодними? Не знаю, какими черенками. Нужно всё это узнать и начеренковать ту спирею. И не покупать, не тратить денег. Я думаю, что хозяйка то спиреи разрешит это сделать. А даже если и не разрешит, аккуратненько отломать пару веточек и начеренковать. Это всё можно сделать. Фламентанс растёт, поднимает свои свечки. Давно мы с вами не были в парнике. Борис у нас, наверное, завтракает. Вот. Вот как у нас в парнике. Помидоры стали уже вот такими высокими. И цветут. Всё в цвету. Надеюсь, что будет не только в цвету, но и в помидорах. Очень хочется в это верить. Сейчас погода прохладная, но всё равно надо открыть, чтобы дверь была открыта. Вот смотрите, как только насыпали земли, вот эти маленькие огурчики начали активно-активно расти. А эти огурцы вот такие вот огромные. Листья большие, уже появляются усики, которыми они будут закрепляться. Ну, он сам закрутится. И скоро начнут уже плодоносить. Кинза хорошо взошла. Очень такая уже большая. Уже можно её рвать, а другую досеивать. Я думаю, что да, уже можно. Так. Ну всё, наконец-то я выбралась, вышла из состояния ступора. Состояние ступора не очень хорошее. Так, ну что, вот это тоже можно уже сорвать. Вечером я, наверное, вырву всё и добавлю сюда ещё земли. И освобожу вот эти томаты, которые вот здесь... Ну, вот эту часть, вот эту часть я вырву сейчас. И освобожу хотя бы вот эти два томатика. Я просто здесь вижу вот хорошего сорта укроп. Он уже... Ну, как это сказать, готовится к цветению. А вот эти веточки пойдут на салат. У меня, правда, есть ещё в другом месте укроп. Ну, этот сейчас надо вырвать. Не стала я дожидаться вечера. Сделала я это сейчас. Выдрала весь укроп. И я его, кстати, уже повесила, сушится в хорошо проветриваемом месте. Так, сейчас сюда досыплю земли к корням, чтобы было совсем хорошо. Ну, и, в общем-то, пусть растут, как говорится, с Богом. Вот повесила в велосипедную зону, ну, в дровник у сарая, вот так укроп. Пусть проветривается. Там открыто, здесь открыто. И пусть он сохнет для засолки огурцов потом пойдёт. Вот хотела показать, где у меня ещё растёт укроп. Вот здесь он посильнее. Ну, в парнике укроп вообще плохо растёт. Вот здесь, где растёт у меня... А это что опять тут такое? Розариум юторсон. Так, кто тут? Кто тут? Никого. Мы с вами прогнали. Вот эта роза совсем всё. Она погибает. Это тоже розариум юторсон. Ну, ничего не получилось. Значит, придётся её отсюда укропать. В винограде у меня тоже посеян укроп. Но я уже дошла до того, ребята, что всё-таки нужно делать грядку для зелени. Чтоб она была отдельно. Чтоб не ходить, не собирать. Там, тут, ещё где-то. Не хочу. Вот всё. Я доросла до того, что мне нужна отдельная овощная грядка. Другое дело, что надо определить местечко. Так, выбросила траву. У меня сначала была идея вот здесь вот сделать овощную грядку у сарая. Но, не знаю. Кстати, надо вот эту штуку переставить вот сюда, потому что это фламентанс. Ну, вот как-то так у меня получилось. Одна ветка немножко в стороне. Ну, я думаю, это нормально будет. Ну, вот что у нас получилось. Палец у меня грязный. Здесь кругом бутоны. Они потом поднимутся. Вот. Всё будет хорошо. Всё будет нормально. И она зацветёт. Эту грядку я потом пропалю. Сюда я, наверное, посажу лилии. Я не знаю, что я посажу. Я ещё придумаю. Ну, чтобы красивая стенка была сарая. Что-нибудь придумаем. Сколько я не опрыскивала её, всё равно листья у неё больные. Но она собирается цвести. У меня есть задумка убрать отсюда эту розу и куда-нибудь её пересадить. Может быть, даже и действительно сюда пересадить её подальше от всех. И пусть она здесь сидит. Но только убрать отсюда вообще тогда грядку. Мне, конечно, эта роза нравится. Очень нравится. Но она такой агрессор. Она уже в мои молодые новые розы начала пускать свои ростки. Поэтому я и думаю, куда бы её перевести. Ещё заметила, что, смотрите, вот на этой яблоне это антоновка. У нас яблочки появились. В прошлом году было яблочко, но только всего лишь одно. И оно потом отвалилось. Так, надо Борису сказать, чтобы он опрыскал. Вот, а в этом году, я смотрю, будет больше намного. И хоть мы, наверное, сможем попробовать антоновку. Эту антоновку, как говорил Борис, что это настоящая антоновка. Работать, поудалять сорняки, потому что они растут, как сумасшедшие. Борис Сергеевич мне помогает там стричь. Женя, уйди оттуда! Уйди с грядки сейчас же! Что тебя прям так тянет на грядки? А вот тут вот скосишь, ладно? Женя, уйди, говорю. Иди. Вот здесь. Ну, чтобы провод потом нормально положить, чтобы Коська косил. Тут не этой надо. Нет, ну не этой. А, ну тут-то мы еще не получили. Ну, давай я аккуратненько пройдусь. Да уйдешь ты или нет, Женя! Ну, как ишь отсюда сейчас же! Лезет прям в розы, а я боюсь. Это и долго. Давай я сделаю вот здесь. Вот здесь, вот. Этой? Да, пятачок. Вот долго. Давай попробую, а то я уже забыла, иначе что же. А, и курок, и курок, да? Я аккуратно. Ладно, давай завтра. Ты меня уговорил. На. Быстро. Да, это очень долго. Хочу вот здесь сорнячки порыхлить немножечко. И подергать. Потому что Женька тут так. Сейчас я вас поставлю. Потому что Женька тут лазит у меня. Не мешает мне. И вообще сюда надо загородку поставить. Помните, мы с вами накупили загородок, а я их так и не поставила. Ну, я не поставила в связи, говорю, с Алочкиной болезнью. Мне вообще было не до огорода. Отойди. О, а теперь Борис Сергеевич на Женьку. Отойди. Она лезет прям под косилку. Или на грядку. Пропалывала грядку, всю не пропалола. Знаете как? Идешь в другое место, там что-то находишь. А у нас туча. Сильная, сильная. Сейчас леванет. Женя, пошли домой. Пошли скорее. Пойдем домой. Прячься. Скорей, скорее. Прячься. Домой, 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 домой. Домой, домой. Сейчас инструмент повешу только. Да, еще одна. Подушки прячет. Каждый несет свое добро, прячет. Кто что, Галин Павловна, несет прятать подушки. Ой, какой ливень. Ой, ой. Да ладно, не бойся, не бойся. Ну, кошку не будем с качели, сгонять пусть сидит, ладно? Да. А то дождь такой сильный. Ага. Да нет, не вижу. Мне не видно. Не, не, не видно отсюда. Ой, какой сильный. Ой, вот это дождь. А Борис-то где у нас? В беседке. Вон он сидит. Ой, какой сильный, ребята. Мамуля у меня первая снимает пробу холодца, потому что она очень любит. А на заднем плане дождик прям вот сильный и гром гремит. Ну, как тебе стюдень, мам? Восемь. Отличный, да? Прям по душе? Ну, на здоровье моя прелесть, на здоровье. Ну, хотя бы в таком виде мясо ест, верно же? Хоть в таком виде мясо ешь. Ешь, ешь, давай, ешь. Пока у нас Борис в беседке прячется от дождя, мы с мамуськой наворачиваем холодец. Снимаем стресс. Ой, я немного подсолила, так, как мне нравится. Ребята, помазала хреном сверху. Это можно мозг отъесть. Хлебушек. Мягкий-мягкий. Это вообще... Господи, чтоб я так жил. А всего-то для удовольствия, шеи и больше ничего. Чесночком попахивает. Смотрите, Галина Павловна горчицей как намазала, посмотрите. И наворачивает в удовольствие. Да, мамуська? Ребята, очень вкусно. Он такой сладенький получился. Прям вот мечта. Ммм. Мама, ешь быстрее, дождь заканчивается. Ммм. Сейчас Борис придет, нам не достанется. Ммм. 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 Очень вкусно. Прям такая красота получилась. Я раньше думала, что на даче очень дорого холодец варить, потому что газа много уходит. Ну, а сейчас, раз мы тут живем, ну что же делать-то? Ну, все-таки варить не всю ночь. Да? Сильная? Ну, вот так вот. А ты набухала, горчица-то. Завтра поедем делать Жене прививку. Я уже созвонилась с доктором. Я вот думала, что бы нам еще приготовить. Вкусненько. Ммм. Стюдень уже приготовили. Ммм. Предлагайте, что будем готовить. Только давайте не очень сложное. Присылайте рецепты ВКонтакт. Ммм. 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 Ой, вкусно как. Ммм. 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 Посмотрите, какая пироженка у Бориса получилась. Он быстро нас догоняет. Прибежал, наложил и сидит, ест. Ребята, хочу вам показать свою реанимашку. Одну. У нее начал расти листик. Вот так она у меня сидит. Внизу у нее керамзит, который постоянно смачивается. А сверху мох, который я опрыскиваю. Я от нее все жду и жду корешков. Корешков пока нет, но зато начал расти листик. Новый листик. Это та последняя реанимашка, которая у меня осталась. Жду, 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 не дождусь корешков. Но скоро будут. Смотрите, какой хорошенький. Лапочка. У нас наступил вечер. Галина Павловна убежала спать. Борис Сергеевич бросил меня. Он в беседке. Сидел. Вот сейчас уже пришел, видите. В общем, я на него обиделась. Мангал есть, шашлыка нет. Приезжала Лена. Пришлось мне стоять у забора и буквально вот так. Лена, дай кусок шашлыка. Не могу, хочу шашлыка, хоть ты меня застрели. Дала Лена шашлык. Я два куска съела, мне хватило на неделю. Теперь я решила шашлык сделать сама. Я взяла два филе бедра индейки. Нарезала вот на такие куски. Сейчас посолю, добавлю специи, лук, немножко сбрызну уксусом и пусть маринуется ночь. А завтра будем с вами жарить шашлык. Я больше не могу ходить по соседям и клянчить шашлык. Я его очень люблю и очень хочу шашлыка. Ешь пока рот свеж. Когда завянет, тогда не заглянет. Есть такая поговорка. У меня, как говорится, еще не завял. Поэтому мне очень хочется шашлык. Вот так, моя хорошая. Копаясь в своих специях, я ищу специи для шашлыка. Ну, конечно же, я ничего не нахожу. Есть вот тут какие-то специи. Это я даже не знаю, что за специи. Кориандр, зелень петрушки, перец черный, перец горошком. Ну, приправы для шашлыка не нахожу. Есть приправы для холодца. Это не хочу. У меня, по всей вероятности, для шашлыка нет. Обидно. Есть для плова. Вот такое. Но для плова это не для шашлыка. Завтра поедем в магазин и куплю приправу для шашлыка. Ребята, это прям беда беденная. Ну, придется без специи для шашлыка обойти. Вот тут у меня НЗ, просроченные приправы. Я жадная. Мне жалко их выкидывать. Здесь даже супы 100-летней давности на случай войны. И здесь тоже нет. Нету. Есть приправы, дрожжи. Господи, дрожжи. Точно выкинуть. И приправы для рыбы. Больше ничего нет. Даже не знаю вообще, что теперь мне и делать. И где искать, и где найти. Господи, это что тут прилипло, просроченное? Это вообще не знаю, что. Это надо выбросить. Ребята, беда бедовая. Нету приправы для шашлыка. Есть гороховый суп, но он не пойдет. Можно, конечно, и гороховый суп на худой конец насыпать. Так, есть у меня еще одна коробочка. Но здесь все для... Ребята, во! Я нашла. Все. Будет у тети Любы шашлык. Как я вам говорила в трансляции в Инстаграм. Если хочешь, то все у тебя будет. Главное правильно хотеть и очень сильно хотеть. Вот по всей вероятности меня вселенная услышала и поняла, что я очень хочу. Ну, очень. Так, сейчас пробуем. Подсоленная она или нет? Она подсоленная. Она подсоленная. Вот так хорошо сдабриваем. Так. Вот так. Перемешиваем. Да, она с добавлением соли. Шашлыком еще пока не пахнет. Не поверите, залезла на самую верхнюю полку и нашла еще такую же приправу. Ой, я вот зря вам показываю, потому что сейчас многие из вас скажут, это реклама приправы шашлыка. Нет, ребята, это не реклама приправы шашлыка. Это реклама тети Любы, которая хочет шашлык. Причем хочет очень сильно. Вот что значит охота пущей неволи. На улице дождь. А тетя Люба, желающая завтра испробовать шашлык, в ливень буквально идет в сарай за луком. Овощи же перевели с крыльца в сарай. Так, это еще потом помоем. Лук там лежит и портится, потому что там тепло. Ну или лук уже такой, я даже не знаю. Видите, какой он. Сейчас все почистим, помоем, и я порежу уже чистый лучок. Я вспоминаю, как мы с Любашей делали шашлык в печи. Кто не видел это видео, посмотрите. Оно так и называется, шашлык в печи. Вот, по-моему, мы тогда с Любаней делали. Или я одна была, или с Любаней. Я сейчас, честно говоря, уже даже и не помню. Все равно лук потом вытаскивать. Борь, а что ты это делаешь? Там же котлеты есть еще. Захотелось? Захотелось. Сейчас я быстро сделаю. Если завтра дождя не будет. Хотя там крыша есть. Вы правы. Когда сделали мне замечание, что я давно ничего не готовила на канале. Да. Я давно ничего не готовила на канале. Поэтому в скором времени начнем с вами готовить вкусные, доступные блюда. Что-то мне кажется, я даже уже соскучилась по готовке. Обязательно с вами будем готовить. Так, так. Ну, вот, в общем-то, и все. Так, 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 так. Я немного добавлю соли. Ой, у меня уже глаза заплакали. Уже глаза заплакали. Вот, две щепотки. Много добавлять не буду. Так, теперь я беру не уксусную эссенцию, а уксус. Вот так вот слегка сдабриваю. Прям вот совсем слегка, чуть-чуть. Я привыкла, чтобы уксус, ой, уксус, чтобы шашлык был с уксусом. Дмитрий умеет готовить без уксуса. Я нет. Если я готовлю без уксуса, у меня шашлык не приобретает вкус шашлыка. А он должен иметь вкус шашлыка. Я обменяю дубовые дрова, несколько поленьев, на березовые. Потому что если я завтра пойду еще в лес за дровами, за березовыми, ну, шашлыка точно тогда не дождемся. Вот, все. Сейчас накрою. Ой, слезами обливаюсь. И пусть маринуется. Понятно, что шашлык не терпит женских рук. Но кто хочет шашлыка? Я хочу шашлыком. Значит, будет у меня шашлык. Все, мои хорошие. А на этом я сегодняшний влог хочу закончить. Сейчас только я накрою. Ой, крышечкой. Вот такой большой. Оп. Ой, плачу. Закрою шашлык. Ой, слезы льются. И пусть он маринуется до завтра. А на этом все, мои хорошие. Всем, всем. Ой, один глаз плачет. Всем, всем. Спокойной ночи. И всем, всем. Прекрасного, доброго утра завтра. Будьте здоровы. Завтра будем жарить шашлык. Все, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok